Около 22 тысяч, но я так чувствую, что меня немножко обманули. Вот здесь в сити-центре стояло новое, по-моему 16. Нет, там не новое стояло, а там оно стояло значительно старше. Почему? Потому что она не могла стоить. Потому что новая машина стоит вот такая вот 30 тысяч долларов в штатах. И 35 тысяч евро в Европе. Потому что в штатах идет поддержка Конгресса, поэтому они немножко дешевле их продают. Это было не новое, это было или 14, или 15-го года. Не может новая машина стоить 15-16. Ну да, может она ей лет много, но она стояла где-то. Она не мала, не где стоять. Итак, друзья, первый раз едем на электроавтомобиле. Электроавтомобиль я пытался найти ручку коробки переключения передач. Джойстик. Нашел джойстик, так. Ключей нету. А педалей сколько? Две как положено. Что вы себе думаете, что где-то так подорогу. Передняя панель. Да. Тронулся, короче, без правогазовки, без прямотока, все как положено. Не ревел, не шипел, не орал. Углекислый газ. Очень удивительно, да. Первый раз на электромобиле. Это у нас такси так забирает, и мы едем в аэропорт. Завчера полетели, дорогие друзья, сегодня уже... Да, обратно. Следующий пункт назначения. Масло часто надо менять? Да и никто его не меняет вообще. Да? Потому что здесь масла не надо, здесь только масло в редукторе полтора литра. Фильтров тоже нет. Не, имею в виду двигатели, фильтров, воздушные, масляные, топливные. Не может быть. Масло действительно есть, меняется масло в редукторе. Есть то, которое там, ну как этот самый, или в электродвигателе, там его полтора литра, но меняется раз на 80 тысяч. Так, еще раз, друзья, это Nissan Leaf, да? Да. Leaf, Leaf. Сколько вы уже на нем поехали? Я проехал на нем 46 тысяч. Это за два года? Нет. За этот самый, за год и три месяца, что-то. Прилично. Прилично, да. И на сколько хватает зарядки? Значит, заявлена эта машина на 200 километров пробега. 300? Да, 200 километров. Реально я на ней езжу в день, летом 150-160 километров, и потом с остатком пробега на 35-40 километров загоняю ее опять на зарядку. А зимой проезжаю 100-110 километров, 120 километров, в зависимости от того, какой мороз. Сейчас по этой погоде она пройдет 130 километров. Но это я говорю все с учетом того, что в тот момент, когда мы закончим езду, еще останется когда-то 30-35 километров. А где заряжаетесь, в гараже? Дома у себя в гараже, в обычную розетку втыкаю, и вот как мобильный телефон, в шнур у меня. Ну не было сообщения, чтобы пришлось остановиться, нет? Нет, я такого не допускаю, потому что на доске приборов вот есть 87% зарядки, 151 километра пробега. Сколько полный заряд времени? Занимает где-то порядка 9 часов. Ага, ясно. Это если обычная розетка. Если обычная розетка. Если есть ускоренный вариант на заправочных станциях, можно зарядить ее за час-10, час-20. Ух ты! А обогрев как в этом вот, запорожце, печка стоит бензиновая? Нет, в дворе есть электрические тены, которые вот здесь включаешь. Вот пошла 90 фаренгейт здесь, эта самая температура, и вот ее включаешь, и начинает становиться жарко. Точно так же опускаешь фаренгейт, и не исключается кондиционер. А уже много по Одессе заправок? По Одессе достаточное количество. А есть, да? Одессе заправки, и вторая фирма ТОКО. Автоэнтерпрайз подразумевает под собой положение финансового ресурса в личном кабинете. То есть регистрируешься, там ложишь деньги, и потом когда подгоняешь машину и втыкаешь в разъем зарядное устройство, идет идентификация автомобиля с тем личным кабинетом, в котором лежат. То есть прямо через шнур идет идентификация? Нет, стоит датчик. А, отдельно датчик. Сколько стоит на платной заправке полная заправка? Не, киловатт, киловатт сколько стоит. Значит, один киловатт на платной заправке стоит в среднем 6 гривен. Почему говорю в среднем, потому что на каждой заправке идет по-разному, там плюс-минус копейки играют, видимо у них там тоже легком. И сколько это киловатт на платной заправке потребляют? Ну вот эта машина, у нее двигатель, этот самый двигатель и батарея 30 киловаттная. Так, это вот 30 на 6 гривен, да? Ну, полную заправку никто ж не знает, все равно заезжаешь хотя бы 4-5 киловатт в машине есть. Ну, в среднем, в среднем, сколько у вас обходится, если вы дома заправляете? Ну, дома у меня я заправляю совсем по-другому, я живу себе в частном доме, я поставил счетчик двойного учета электроэнергии, заряжаю ее ночью за 90 копеек. Ну, и в итоге, сколько на 100 километров получается при зарядке дома? Ну, вот 150 километров, чтоб не проехать летом, мне надо где-то 25 гривен. Как прекрасно, ой-ой-ой, литр бензина, плохого. 80-го плохого, литр бензина. Это сказка. Как с батареей, вы еще не меняли? Ну, батарея, значит, производитель говорит о том, что батарея должна ходить от 5 до 8 лет. Для того, чтобы она ходила как можно дольше, надо соблюдать ряд условий. Первое условие, не злоупотреблять скоростной зарядкой, в той, которой я вам говорил, что за час 10, за час 20 отправляют. И второй момент, не разряжать ее в ноль, эту машину. И тогда, как бы, батарея будет ходить дольше. Ну, я так понимаю, через 5 лет, 8, ее нет смысла будет менять батарею, потому что, наверное, дороже машины будет стоить. Ну, может, на сегодняшний день такая батарея новая стоит порядка 7000 долларов. Она весит 380 килограмм и занимает пространство под днищем автомобилем. Сколько там, вольт 400 где-то, да? Я не знаю, сколько вольт 300, не знаю, сколько вольт, не скажу. 300 киловатт она по емкости, а сколько там вольт, я не скажу, потому что не знаю. Она состоит из 40 ячеек, что дает возможность отдельно заменять ячейки, если вдруг они там вышли из строя. Ну, вы довольны? Ну, я доволен. Это у меня второй автомобиль в семье. Это, по большому счету, если надо ехать куда-то далеко, я сажусь на обычную машину, там, на Мерседес. А если надо ехать по месту, так я еду на этой машине. Прекрасно. Так, а остальное все там ходовое, а это надежное по нашим ямам? Что-то меняли уже? Нет, я за год ничего не менял. Вообще? Вообще ничего. Какая прелесть. И не собираюсь еще в год ничего менять, а потом собираюсь ее продать. Сальники, резинки. Нет, не собираюсь ничего менять. Буду дома. Не, ну я еще это сниму, с вами разговаривать одно удовольствие. Класс, это будет ролик, будет называться супер поездка с такси с настоящим одесситом. Я по-моему чувствую, что вы тоже одесситы. Ну таки да. Особенно я. Особенно ты главное. Причем тут особенно ты, я так и не понял. Вот Якира, да? Да. Еду тоже кастрюлю. Ну это случай из жизни, не то что, ну там что-то придумано, анекдот. Ну тут сколько ехать по Якире туда, до Малиновска? Ну пять минут, да? Да, меньше. Да, меньше, наверное. Все. Одиннадцать часов ночи, тормозит Машка. Ну скажи, что такое Машка, чтобы понимали, не все знают. Кидается под это, быстрей подвези, опоздала, все. Муж ремнивый дома, там сейчас Бошку оторвет. Оторвет Бошку, все. Садится. Сколько тут ехать? Три минуты, да? Три минуты, да. Мы начинаем с ней душевный разговор. И настолько входим в этот разговор. Мы приезжаем, муж с балкона олет, это самое, где ты шлялась. Она наполовину за Тухисом вылазит из машины и продолжает со мной разговаривать. И возвращается. Уже забыла, уже забыла про ремнивого мужа. Олет, отстанешь же, все. Дай поговорить. Представляете, за три минуты. Ну вот так. Но это надо быть искусством. Да, да. Почему? Потому что вы смогли за три минуты. А кто-то не смог бы за целый день. А кто-то и за всю жизнь не может. За три минуты. Причем говорили на какие-то нейтральные темы. Даже не на очень животрепещущие. То есть как нужно было за три минуты войти в разговор с человеком, который... А что уже тянуть, когда 11 ночи? Ну да. Уже пора. Да, да. До этого была паника и истерика, что муж уже оторвет бошку. Ну до этого да. До этого она думала. А теперь она уже думает за другое. Понимаете? Потому что это отошло на второй план. Да. Ну а так если притопить, хорошо подрывает? Ну я сейчас вам покажу. Ну только не здесь. Да. А за складом где-то давили на гашетку? Сколько вы? Ну я вам скажу. На максимально идет 150. Дело не в этом. Дело в том, что 150 она идет. Но она тогда разряжается. Сильно большой расход. Потому что у нее есть крейсерская скорость. Как и у всех. Крейсерская скорость 65 км. Это городская машина. Она сделана для города. Ну да. Поэтому ее сделали 65 км. И все. И она больше ничего нет. А больше уже жрать начинает? Начинает больше. И бензиновая тоже начинает жрать. Конечно. Конечно. Скорость. Ну здесь же зависит от того, что сколько надо проехать. И только надо этого. А если вы хотите, чтобы я вам показал, как она немножечко. Покажите. Покажите. Так вот смотрите. Сейчас мы имеем береги разгон. И надавили на гашетку. Ага. И вот она пошла. Смотрите. Отлично. И пошла хорошо. Нет. Ну как мы будем там ехать? Теперь нельзя. У нас третий транс. Что вы себе придумали? Там машину хотели взять на прокат. Я забыл. Машину хотели взять. Угу. Не берите себе в голову лишнее. Возьмете такси, да и поедите на такси. А на своей же интереснее. Так. Мы же летим со старого терминала. Да. Со старого. На своей это интереснее. Все не берем. Понятно, что интереснее. Машину. А еды не взял? Все пропало. Возьмете велосипед. Ты тоже не взял? Все пропало. Все пропало, да. Собирался, собирался и не ехал. Значит возьмем электроскутер. Я надеюсь, что он не по правам. За три минуты можно только договориться при наличии машины. Без наличия машины 5 минут. Да. С головой вылетела жаль. Я все разы, что был в Турции. Всегда брал машину на прокат. А по сколько у вас самолет? Одиннадцать пятьдесят. Ну так оставьте папу, давайте мы отойдемся с вами, если вы себе хотите. А у меня денег с собой нет, я гривен вообще не взял. Дайте мне доллары, я вырезу вас за доллары. Что вот это вот. Вы думаете, я не умею считать доллары в гривнах? Да, да, да. Умею, все нормально. Блин, а я не помню, где они лежат, е-мое. Доллары? Нет, нет. Права. А и доллары тоже. Ха-ха-ха. Так. Все, мы приедем. Двадцать пятое апреля 2019. Позавчера приехали из Дубая. Тут были. Двадцать третьего. А сейчас мы снова на аэробокзале в аэропорту Одессы, старый терминал. А сегодня мы отправляемся в Анталию. А с Анталии мы едем в Сиде. Небольшой городок между Анталией и Аланией. 60 километров от Анталии, 60 километров от Аланией. Подорож до Турции. О, как под заказ. Добрый день. Поступающий у вас. Наш проводник. Сема кондуктов. Да, друзья. Это вам не дубайские авиалинии. Не Мау и не Флай Дубай. Где за стакан воды берут 3 доллара, как минимум. Это? 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 Украинская авиакомпания. Украинская авиакомпания. Украинская авиакомпания? Да, не так. Вот это да. Называется она? Азур Тур. Да, вот так вот называется. Вот. О, герои номера, да? Совершенно верно. Итак, друзья. Еще раз. Азур Аэр нас приятно удивил. Позавчера ли Флай Дубай, дубайскими авиалиниями. Доллара саканчик кофе. Саканчик кофе, думаю, 5. Да, а это, друзья, Азур Аэр нас угощает. Так что тут сахар, сливки, салфетка, ложка. Да, крепкий. О, для чего мы его отпечатали? Точно. Азур Аэр. Присоединяйтесь с ним. Рекомендую, друзья, понравилось. Приятно удивило Украина. Ну, что ж. Богатый Дубай и то обдирает всех. Ну, что ж. Начало хорошее, нужно сказать, дорогие друзья. Да. На почин хороший такой сервис. Это супер. Да. Так бы 6 баксов уже улетело, как минимум. Сейчас, говорят, такое только у Катовских Америки. Там только такое. Да. Да. А здесь, смотрите, Украина нашла чем уделиться. Не, раньше везде было бы. Ну, потом все вдруг стали жадные. Жадные и алчные. Да. Это в самолете. Что-то мы просто так. А если обгорим что-то? Что-то чего-то. Да, вы. А. Ну, то есть. Только близко. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok